Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, в которой наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в жизненных ситуациях. «Выйти замуж не напасть, замужем бы не пропасть», гласит старинная русская поговорка. Во все времена поиск спутника жизни остаётся проблемой как для мужчин, так и для женщин. И никто в этом вопросе не может дать гарантии, когда после весёлого свадебного пира может ожидать молодую семью совсем неспокойная семейная жизнь. Как найти свою пару? Как найти ту или того, с кем можно сложить прочный семейный очаг? Об этом мы и поговорим сегодня. В гостях у нашей программы кандидат филологических наук, известный психолог Ирина Абухова. Абухова Ирина Викторовна. В 1984 году окончила Московский лингвистический университет иностранных языков имени Мориса Тореза и аспирантуру Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат филологических наук. В 2000 году окончила Санкт-Петербургский университет педагогического мастерства по специальности «Современные методы психологической коррекции и консультирования». Практикующий психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги, создатель авторского курса по психопластике, автор статей по психологии, частый гость авторской телевизионной программы Светланы Коноген «Деликатесы» на канале ТВЦ и постоянная ведущая рубрики «10 минут с психологом» в программе «Полезное утро» на телеканале «Домашние». Ее хобби – любовь к жизни и танец живота. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что вы вновь у нас в гостях, что вы нашли время и пришли к нам. Вы практикующий психолог. Скажите, с какими проблемами чаще всего обращаются к вам такие невезучие люди, люди, которые никак не могут найти себе партнера по жизни? И кто чаще обращается, мужчина или женщина? Вообще обращаются, с одной стороны, с точки зрения такой простой вопрос, как выбрать и почему я не могу выбрать партнера. Так много людей на белом свете, а найти своего человека практически невозможно. Но дело в том, что никто не знает, что все мы выбираем партнера по науке, даже не владея наукой как таковой. Потому что основной в выборе, я не буду загружать аудиторию, терминологии, но все равно немножечко объясню. По степени дифференциации. Что это такое? У нас есть интеллектуальная система и эмоциональная система. Интеллектуальная система – это левое полушарие. То, чем мы рационализируем нашу жизнь, приспосабливаемся к этой жизни. И эмоциональная система – это то, что нас роднит с животными, эмоционально реагируем на те иные события. И вот насколько интеллектуальная система и эмоциональная система автономно взаимодействуют, одна не перекрывает другую, это и есть степень дифференциации. Насколько мы приспособлены к жизни и потому, каковы мы, то есть какая у нас интеллектуальная и эмоциональная система, такого же партнера мы ищем. И шкала есть от нуля до ста по степени дифференциации. Вот первая там от нуля до двадцати пяти – это низкая степень дифференциации. Вот как раз это те, которые, да, я объясню, те, которые обращаются. Да, еще, как говорится, последняя маленькая терминология. Представьте себе вот такой круг, и в центре у нас «я», а вокруг – это псевдо-я. Опять-таки, псевдо-я – это то, чем мы приспосабливаемся в нашей жизни и то, чем мы обмениваемся в браке, да, вот с партнером, то есть вот то, что у нас идет как приспособление. И в центре вот это вот именно «я», оно неизменно. И в зависимости от того, опять-таки, представляю, вот эта маленькая точечка или это большой круг, вот это «я» личностное, если у людей с малой дифференциацией, да, у них эта маленькая точечка, а вот эта псевдо очень большая, и они ищут, им самим плохо, у них нет вот этого стержня, вот этого центра «я», и они ищут человека, с которым бы они хотели слиться, да, то есть вот взаимодействуют, и им одним плохо, потому что нет собственного стержня. Они сливаются с этим человеком, то есть начинают встречаться там, живут какое-то время, и они теряют себя, им становится страшно, и они разбегаются, и это проблема людей, которые не могут найти себе пару. Они тянутся к кому-то, они начинают общаться, и через какое-то время они себя теряют, потому что у них вот это, вот к вопросу о степени дифференциации, у них настолько низкая степень дифференциации, что они, насколько это понятно, я объясняю. Ну, степень дифференциации, это, значит, разница между... Насколько эмоции могут захлестнуть... Да, совершенно верно. То есть когда не разум на первом месте, да, при выборе партнёра, а эмоции захлёстывают человека. Ну, здесь должно быть не даже не при выборе партнёра, здесь должно быть, знаете, вот когда... Ну, вообще при жизни. Интерес, чтобы не забивал эмоции, потому что это тоже ничего хорошего, и эмоции. То есть это именно когда они могут быть сепарированы, когда человек может... Знаете, когда какая-то проблема, там тревога не нарастает, он говорит, я об этом подумаю завтра. И вот люди не могут выбрать друг друга, когда вот низкая вот эта степень дифференциации. То есть когда-либо ум захлёстывает эмоции, или когда эмоции захлёстывают ум. И вот происходит какое-то искажение, да? Ну, вот они друг друга находят. Если люди с низкой дифференциацией, вот почему очень хорошо уживаются истеричка с шизоидом? Просто потрясающая пара. С точки зрения окружающих – катастрофа, да? А вот истеричка с шизоидом будет суперпарой. Они будут жить всю жизнь счастливо. С какими проблемами по этим вопросам к вам чаще всего обращаются? Что больше всего беспокоит людей вот в проблеме выбора партнёра? Ну, всем хочется... Знаете, они жили счастливо, умерли в один день. Они хотят выбрать вот на всю жизнь и в сомнении, а будет ли это так. То есть самое интересное, в основном, опять-таки, возвращаясь, будем возвращаться периодически к вот этой степени дифференциации, я не буду это называть, но люди, которые не уверены в себе, вот это вот я отсутствующая, не отсутствующая, а очень маленькая, они не уверены в себе, и поэтому они не в ладу со своими чувствами. И даже боятся как-то открыться самим себе. И поэтому они обращаются к психологу, чтобы психолог за них решил. А кто чаще обращается, мужчина или женщина, Ирина? Как ни странно, в последнее время мужчины. С чем это связано, как вы думаете? Я думаю, что это сейчас с временем и с ситуацией, потому что сейчас на самом деле всё как-то перевернулось. У женщин всегда был с инстинкт самосохранения очень силён, да? И в наше трудное время, когда нужно и выживать, и крутиться, да? И очень многие женщины и работают, и дети, и хозяйство, они сильнее зачастую мужчин. А мужчины сейчас потерялись. И в психологическом плане им тяжелее. Часто случается так, что до свадьбы супруги устраивают друг друга по всем параметрам. Но проходит какое-то время, и один из супругов или оба замечают, что другая половина ну, просто совершенно не соответствует тем каким-то установкам и тем бывшим мечтам, которые когда-то были. И тогда они говорят, боже мой, куда я смотрела, или где были мои глаза, или за кого я выходила замуж. Почему люди женятся на идеале, а через какое-то время этот идеал превращается в свою противоположность? Об этом мы поговорим после того, как посмотрим интервью с нашими респондентами. Заметили вы разницу в том, какой ваша спутница была до свадьбы и спустя какое-то время после свадьбы? В чем эта разница, по-вашему, выражалась? Да, люди меняются, конечно, но, скажем так, в данном случае в лучшую сторону. То есть, если, допустим, сначала, может быть, были какие-то нюансы, которые, может быть, не нравились, или как-то к ним я по-другому относился, нежели чем... То сейчас, например, полное отсутствие таких нюансов и полностью соответственно, наверное, тому, что раньше я представлял, считал идеалом, и вот, в конце концов, он и получил. Мы жили достаточно долго в гражданском браке, поэтому разницы в том, как мой муж нынешний вел себя до свадьбы и после, я практически не заметила. Ну, чувства ослабели, наверное. Мне внимание стал уделять. Конечно, до свадьбы очень хорошо мы встречались, и он мне сказал, что я его допинг, что он без меня не может. И города были у нас разные, и все равно он приехал, как раньше, да, сватали. На машинах засватали, со всем моим забрали меня туда и увезли. Так что... А после свадьбы что произошло? Ой, после свадьбы... Да на свадьбе сразу ревность проявилась. Был до этого более романтичный, возвышенный, цветы, подарки, звезды, а потом выяснилось, что это только пеленки, распашонки, готовка, и, дорогая, я задерживаюсь на службе. Почему мы ошибаемся, часто выбирая? Какие наиболее частые ошибки мы совершаем? Ну, это вопрос очень глобальный, но хотя бы начало этого вопроса. Дело в том, что когда мы встречаемся, да, и когда мы общаемся, о чем мы говорим? В основном мы говорим о чем? О себе и о будущем, да? И когда люди готовы, когда они влюблены, они беседуют, если бы они обсуждали какие-то вещи, они беседуют постоянно о том, что нас ждет, и постоянно возвращаясь, а вот я, и рассказывая о своем детстве, там, о своей юности и прочее, прочее. Дальше они сталкиваются с реальностью. А реальность – это те роли, которые мы на себя берем. И вот почему это кризисный год, они просто лицом друг к другу встают и уже понимают, что о себе только не поговоришь, потому что есть быт, есть какие-то вещи, которые нужно оговорить. И почему большинство браков распадается после первого года? Только по одной простой причине, что порой любили себя, а не партнера. По каким параметрам мы выбираем человека и ошибаемся? Вот, например, раньше в выборе помогали родители. Несколько позже стали спрашивать у родителей благословения. А в наше время очень часто вообще не пользуются мнением родителей. Как вы считаете, насколько это правильно? Ну, насколько каждый решает для себя сам, насколько это правильно. Но есть очень интересная теория сейчас генетиков. Они говорят о том, что мы на одну треть наследуем у родителей биологические все наши задатки. Да, там и цвет глаз, волос, наследственность, предрасположенность. А остальное мы генетически получаем реакцию на те или иные поступки, те или иные ситуации. И реагирование в жизни в определенных ситуациях на определенных людей определенным образом. Можно соглашаться с этим или нет, но тем не менее, сценарии так или иначе работают. Если, условно говоря, мать развелась с отцом, да, и остался ребенок, девочка, как правило, в браке или мальчик повторяет ее сценарий. То есть она находит в себе такого же спутника, да? То есть я не могу сказать, что можно, не то, что это верить или нет, но генетически заложено вот сценарий поведения. Поэтому если спрашивают благословение, конечно, есть традиции. Традиции, которым вот вера в традиции, она укрепляла браки. То есть когда брали благословение, это говорилось о том, что осознанно шли на брак и не так легко расставались. Сейчас же на самом деле, поскольку упрощена процедура разводов, выйти замуж, это можно попробовать. Лучше уж быть в разводе, чем не быть замужем вообще. Это мнение людей. Русский писатель Николай Семенович Лесков, размышляя о выборе супруга, писал, как иногда люди женятся и выходят замуж. Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо большим пониманием, чем выбирают подругу жизни. Первая любовь, или вообще страстная любовь, она насколько сильно застит глаза при выборе партнера и искажает его реальные черты? Мешает ли любовь в выборе? Первая любовь, как правило, она же редко заканчивается браком в редких случаях, потому что первая любовь – это ослепление. Слушай, страстная любовь, Ира. Человек сильно влюбился. Ну, сильно влюбился – это, опять-таки, любит не столько человека, сколько саму любовь, к сожалению, потому что все, что связано вот с чем-то, вот через, вот какие-то невероятные такие, там какая-то чрезмерная страсть, она, как правило, проходит. Более того, она проходит по науке через три года. То есть это тоже перехлёстывание эмоций, о которой вы говорили в самом начале. Так или иначе, да. Когда дикая страсть, можно с научной точки зрения объяснить, учитывая, что я объясняю с точки зрения психологии, да, есть привыкание, я не буду рассказывать о гипофизе и прочее, чтобы не усложнять, хочу сказать, что человек привыкает к запаху, через три года страсть проходит. Что делать, когда выбирать не приходится? И обычно, чаще всего это случается с девушками, когда все прекрасно понимают, и она тоже, что у неё просто последний шанс. Ошибаемся ли мы в этом случае? Ну, это какой-то такой сложный вопрос. Почему? Во-первых, с одной стороны, иногда хочется просто уйти от родителей, и чтобы сепарироваться от родителей, и от них можно было уйти, выходят замуж за первого попавшегося. Это, к сожалению, проблема. То есть это тоже частые ошибки, да? Это частая ошибка, потому что она не то, что частая, это сплошь и рядом. Это единственный способ уйти от родителей и от них отделиться. А как быть в том случае, когда человек в человеке всё устраивает, все черты характера, вроде всё сходится, а чувств нет? Ира, стоит ли тогда соединять души в брачный союз? Вот это тоже, кстати, вопрос, который индивидуально можно задавать. В каждом конкретном случае человек решает сам. Почему? Вот в последнее время обращаются на консультации ко мне с вопросами, кстати, мужчины, да? Которые, вроде бы, всё есть, прекрасно и достаток, и живут, нет чувства. И им дискомфортно. Вот это парадокс, потому что, вроде бы, мне казалось, что мужчина, по идее, он должен как-то с годами какие-то привыкнуть. Нет, вот как ни странно, сейчас ищут чувства. Какой брак прочнее, какой союз прочнее, по расчёту или по любви? Подтверждением, вернее, оправданием для этого служит масса наших русских поговорок. Там, стерпится, слюбится. Не было очарования, не будет разочарования. Ну и, конечно же, строки великого поэта, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Как здесь быть? Да, но вообще, к сожалению, браки по расчёту гораздо прочнее. Но они прочнее до тех пор, пока та или другая страна не встретит свою настоящую и истинную любовь. Но где гарантия, что он или она её встретит? Но если же такое происходит, то, конечно, брак по расчёту распадается в одночасье. Есть ли какая-то разница в том, как выбирают мужчины и женщины? И сейчас мы прервёмся на небольшой информационный сюжет и продолжим наш разговор после этого. Какими принципами руководствуются при выборе спутника жизни наши современники? Когда дело касается окончательного выбора, оказывается, никаких установившихся правил не существует. Правда, проведённые исследования всё-таки обнаружили некоторые общие тенденции. Например, выяснилось, что в брак чаще всего вступают пары, более или менее одинаковые по интеллектуальному развитию, политическим и религиозным взглядам, возрасту и этническим признакам. Мужчин, как и в былые времена, больше всего привлекают женщины, нижняя часть фигуры которых подобна песочным часам. В современном мире возможности выбора спутника жизни значительно расширились, но, несмотря на это, выбор делается в определённом, довольно тесном социальном кругу. Но и при этом предсказать окончательный, положительный результат практически невозможно. Как выбирают мужчины свою спутницу жизни, и как выбирают женщины спутника жизни? Ну, женщина, опять-таки, поскольку мы уже говорили о том, что у неё инстинкт самосохранения и продолжения рода, если мы берём такой детородный период, то, конечно, она смотрит, ищет человека, который мог бы потенциально прокормить семью, на которую можно положиться, на которую можно опереться в жизни. И проводились исследования, обращают внимание прежде всего на порядочность, на надёжность, и уже дальше финансовые возможности, материальное положение, это для вступления в брак, для встреч, просто человек, который тебе симпатичен, условно говоря, обращает внимание на внешность, на чувство юмора и на сексуальность. Для брака эти чувства, то есть эти черты не на первом месте. А мужчины как выбирают? Ну, мужчины, вот почему они, видимо, и чаще ошибаются, так или иначе, они выбирают, им нравится то, что сейчас очень модная тема, так называемые стервозные женщины, видимо, вот у них меньшее симптомосохранения, разве это, я так думаю. То есть им нравится женщина, с которым, вот, как правило, как на вулкане, и в конечном итоге жизнь как на вулкане и складывается. Но это привлекает их именно такой типаж. Вот, но складываются взаимоотношения в конечном итоге с тихой такой гаванью. То есть они, после пройдя этот этап, находят себе такую тихую гавань и складывается жизнь уже так спокойно. Как возраст влияет на выбор партнёра? Потому что все знают, что как-то вот в молодости очень быстро всё происходит. И, кстати, в одной из наших передач, в которой мы говорили о женском одиночестве, там приводились цифры такого плана, что если девушка до 23 лет не смогла, ну, или не получилось с неё выйти замуж, то, начиная с этого возраста, и чем дальше, тем больше она теряет возможность образовать семью. Ну, проблема в том, что нас ещё подгоняет социум, так называемый, да? То есть сейчас тенденция какая? Сейчас очень часто говорят о том, что лучше быть разведённой, чем не замужем. И ведь раз это, как говорится, на слуху, это передаётся, и девушка начинает нервничать. Уже лучше, правда, выйти замуж и родить ребёнка, и неважно при этом то, что она его не любит, да, человека. И удивительная тенденция последнего времени, с которым тоже приходится сталкиваться, выходит замуж по принципу «я полюблю то, что есть, пока не найду того, кого полюбить». Да? Вот такая немножко странная формулировка, но тем не менее, то есть чтобы не быть одной, чтобы быть как все, потому что есть какие-то определённые параметры, да, желательно человек успешный с точки зрения должен быть замужем, должен родить ребёнка, должен работать. И вот соответствовать вот этой вот картинке, чтобы вписаться в социум, идут на это, и дальше всю жизнь находятся в поиске выбора партнёра. Как утверждает агентство финансовой информации «М3 Медиа», жительницы мегаполисов при выборе спутника жизни более озабочены его материальным положением. Проведённые в Америке исследования показали, что в своём выборе женщины, проживающие в крупных городах, предпочитают мужчин, которые могут финансово обеспечить семью. Женщины мегаполисов больше ценят величину кошелька мужчины, чем его умение слушать. Тогда как женщины из маленьких городов ценят эмоциональную близость и предпочитают, чтобы спутник их жизни был душевным человеком. Деньги для таких женщин гораздо менее важны. Из этого можно заключить, что благодаря таким разным подходам к выбору спутника жизни, шансы найти счастье есть не только у преуспевающих, но и у менее богатых, но приятных мужчин. Какие советы вы могли бы дать нашим телезрителям в том, как нужно правильно выбирать спутника жизни, ну, чтобы, ну, не то, чтобы не ошибиться, я думаю, что совсем не ошибиться уж сложно, ну, хотя бы допустить как можно меньше ошибок. Причём существует вот несколько мифов, я сейчас их вам назову. Например, такой миф. Внешность – это не главное в выборе спутника жизни. Как к этому можно относиться? Действительно ли это так? Ну, я думаю, с точки зрения такой нормальной логики, даже не психологии, как науки, в принципе, на самом деле это так. Если обратить внимание, если человек обаятельный, умный, и иногда на внешность правда не обращаешь внимания. Следующее. Выбирает мужчина, а женщина либо соглашается, то есть она находится в ожидании, она либо соглашается, либо отказывает мужчине. Действительно ли это так? Обязательно должен выбирать мужчина. Ну, наверное, вы помните, да, вот и в традициях нашей страны это и сейчас есть, когда считается, ну, как бы неприличным женщине самой проявлять инициативу в период знакомства, ну, уж тем более в период замирования брака. Ну, женщина может всегда так как-то повернуть ситуацию, что всё равно выбор за ней бесспорно. Просто она это делает очень тонко, как будто это выбрал мужчина. А выбирает, конечно, женщина в ста случаях из ста. Всё, то есть это та самая шея, которая вертит головой. Ну, в общем, да. В общем, да. Выбирает, конечно, женщину. Противоположные характеры притягиваются. Действительно ли это так? И нужно искать свою половинку, именно вот такую резко отличную от тебя. Характеры могут на самом деле противоположные, непротивоположные притягиваться или отталкиваться, но мы все друг с другом сталкиваемся по базовым, вот когда базовое отношение к жизни одинаковое. То есть мы одинаково, так или иначе, внутренне смотрим на одни и те же вещи. Для нас понятие, что, значит, плохо, хорошо, да, как в такие элементарные вроде бы понятия, хорошо, плохо, в каких ситуациях мы можем сопереживать, сочувствовать, в базовых вещах мы похожи. Иначе эти люди просто проходят мимо друг друга, они даже не соприкасаются. Поэтому характеры могут быть разные, а внутренние, такие базовые вещи, одинаковые. Мужчина обязательно должен быть старше женщины. Это действительно так? Ну, если у нее в свое время, как правило, это когда комплекс отца, или разведенная мать, или не хватало ласки отца в детстве, то комплекс отца, она ищет отца потом во взрослой жизни. В таких случаях выходит замуж за человека, который старше. Ну, то есть это хорошо или плохо, Эра? Вот женщине нужно искать мужчину всегда старше себя, или это не обязательно для счастливой жизни? Ну, нет, конечно. Я говорю, в каких ситуациях это хорошо? Для тех, кто компенсирует что-то. Потому что сейчас в последнее время тенденция, когда мужчина намного моложе. Поэтому это как раз не... Возраст это не главное. Это каждый человек решает для себя сам. Ну, и последний миф – это любовь необходимое условие, так сказать, совместной жизни, успешной жизни с партнером. Ну, собственно говоря, вы сегодня уже говорили об этом. Мы говорим так, она желательна, конечно. Это желательно. Это желательно. Если есть, то это, как говорится, божий дар. По утверждению ученых, запах человека является одним из определяющих факторов в выборе спутника жизни. Естественный запах тела притягивает биологически совместимого партнера. Швейцарскими учеными был проведен эксперимент, в ходе которого женщинам предлагали выбрать наиболее привлекательно пахнущие майки. Выяснилось, что они с удивительным постоянством предпочитали майки, принадлежащие мужчинам, особенности иммунной системы которых в наибольшей степени отличались от их собственной. И это не случайно. В природе, с точки зрения здорового потомства, лучшие результаты дает союз партнеров с разными иммунотипами. По утверждению биологов, в Африке и по сей день живет племя, где супругов выбирают в руководстве исключительно обонянием. Говорят, разводов у них почти не бывает. Ученые, скорее всего, имели в виду чистый природный запах человека. Но в наше время, когда парфюм просто обволакивает человека, как кокон, можно ли добраться до этого природного запаха? Как по нему можно определить своего человека? Да, к сожалению, прошли те времена, когда Наполеон, когда возвращался из похода, писал Жозефине за два дня до прихода домой, чтобы она переставала мыться. Да, но тем не менее, сейчас, на сегодняшний день, тем не менее, несмотря на запах парфюма, все равно улавливают люди запах друг друга. То есть запах этих... Все равно находят друг друга так или иначе по запаху. Пожалуйста, расскажите, поделитесь с нами профессиональными советами, как правильно находить... Я не думаю, что это будет много советов. Основной совет, я думаю, что это уметь слушать себя. Слушать себя, не торопиться, не слушать советов окружающих, которые говорят, что тебе это надо или не надо, это твой человек или не твой. Вот на самом деле, основной совет, вот я сейчас еще раз повторяю, послушать себя, потому что интуиция – это лучшее знание, как говорил еще один из известных философов. И я думаю, что это единственный совет, который я хотела бы дать. Сейчас мы послушаем ответы наших респондентов. Мы обратились к ним с вопросом, по каким параметрам они выбирают своих спутников жизни? Как Вы считаете, что является главным в выборе спутника жизни? Чувство взаимопонимания, наверное. Может быть, еще что-то? Ну, наверное, какое-то в определенной степени отсутствие чувства собственности. Может быть, ну, как бы, схожесть интересов. Человек честный был, не врал. Вот мне что нужно. Я не терпеть слова, никогда не вру, я не люблю, когда люди врут. Но в первую очередь, наверное, доброта. Человек должен быть обязательно добрый, должен любить зверей, детей, вот, и быть надежным. Вы знаете, его как увидишь, и все. А потом уже начинаешь прокручивать. Чего тебе нравится, чего не нравится. И вот поэтому делают ошибки часто. Это мое личное мнение. Раньше были свахи. Свахи знали всех людей в округе и, как бы, очень умело соединяли пары. Как вы считаете, в наше время, насколько необходим институт свах? Ну, он желателен. Желателен, потому что, когда люди знакомятся, они знакомятся, когда они из одного круга. Да, когда люди знают, о чем они говорят, одного уровня. Это стабильный брак. Я не хочу сказать, что... То есть, вот, уровень должен быть приблизительно одинаковый. Тогда залог того, что люди будут в браке, ну, по крайней мере, дольше. Где современный человек в наше время может получить консультацию по поводу того, как ему справиться со своей проблемой? Если вот такой, ну, невезучий, не получается у него найти своего спутника в жизни, куда он может обратиться? Что это за службы? Где они находятся и каким образом можно обратиться в них? Ну, во-первых, очень много психологических служб. Обратиться в психологическую консультацию и попросить составить свою генограмму. Генограмма – это история семьи, то есть бабушки, дедушки, родители. Чтобы составил психолог генограмму, чтобы было понятно, кто когда развелся, кто от чего умер, что происходило. И вот этот сценарий семьи, чтобы человек не повторял, и чтобы он знал, на что обратить внимание, и как этот сценарий по возможности поменять. Конечно, обращаться надо к психологу. Спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня в нашей передаче. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Сегодня мы говорили о том, как найти спутника своей жизни. Многие сказки заканчиваются словами «И жили они долго и счастливо, и умерли в один день». К сожалению, в жизни так бывает не всегда. Чаще всего получается следующим образом. Жили они счастливо, но не долго, или долго, но не так счастливо. Самое главное в совместимости и в том, чтобы жизнь была счастливой и долгой, чтобы вы договорились со своим спутником о самых главных параметрах, чтобы вы сошлись в самом главном, что вам нравится и что вам не нравится. Это и будет тем самым основным фундаментом в счастливой и долгой совместной жизни. Всего вам доброго и до встречи через неделю.